итак добрый день сегодня будем заниматься планом зонирования мы рассмотрим два основных подхода которым можно выполнять тот же самый план по зонированию настройки редактирования его для отображения всех необходимых элементов рассмотрим два варианта построения тех же самых зон расскажу об основных моментах и ошибках при построении тех же самых зон ну и так далее если вам нравится мои видео уроки не забывайте подписываться лучше сделать это прямо сейчас а то потом забудете спасибо итак для начала мы с вами начнем в первую очередь рассмотрю чистый проект когда необходимо сделать просто план по зонированию чтобы в дальнейшем по существующей идее уже моделировать я воспользуюсь функции создания того же самого проекта можно пользоваться любым шаблоном в данном случае в зависимости от того что вы хотите в дальнейшем делать выбираете собственноручно можно скачать с интернета тот же самый dsk шаблоны работать нем я начну с архитектурного шаблона так как обычно я работаю в нем нажимаю ok что мне необходимо сделать далее и на самом деле тот же самый план по зонированию у вас отображался всегда на виду просто вы не всегда с ним работали многие делают план по зонированию через помещение во вкладке архитектуры разделителем помещения определяют зоны делают помещение но это не совсем корректно лучше всего делать сначала план по зонированию а потом уже работать с необходимыми помещениями так вот зависимости от любого шаблона диспетчере проектов у вас может быть два уровня либо больше уровня основных с которым вы работаете с планами этажей для начала рассмотрим первый метод когда у вас нету стен нету основных контуров вашего объекта ну нету ничего от слова совсем я создаю во вкладке архитектура помещение зоны и у меня есть возможность создания плана зонирования создаю его программа автоматически спросит два возможных вариантов первую очередь тип арендуемая либо по всему нашему зданию на данный момент если вам нужно просто сделать схему зонирования чтобы в дальнейшем по нему чертить планы абсолютный выбор типа без разницы если вы хотите сделать сразу же на несколько этажей зонирования ваших помещений лучше всего выбирать по всему всего по зданию но также это зависит от того что вы хотите вынести какие данные из того же самого зонирования и о них поговорим чуть чуть позднее на данный момент я буду выбирать арендуемое помещение и уровень первого этажа я хочу сделать план по зонированию по плану первого моего этажа окей не копирует существующие виды если вы поставите галочку они соответственно не скопируются лучше всего поставлю галочку чтобы они у меня были не скопированы а создавали собственноручно нажимаю окей и вот мы упираемся в первый момент и о нем буду говорить во втором этапе построения того же самого плана по зонированию сейчас у меня в моем проекте нету никаких стен нету ничего контуры программы определить не может он меня все равно спрашивает о том что если есть стены я могу определить автоматический план по зонированию ну в данном случае так как у меня проект пустой что нет что да я нажму ничего не изменится поэтому все останется на тех же самых местах могу нажать да диспетчере проектов у меня появился отдельный план по зонированию и все распределение по зонам будет осуществляться именно в нем рассмотрим как создаются те же самые зоны и на что они влияют и на что распространяется в нашем проект опять же создание границ зон и распределение грубо говоря зарисовка располагается во вкладке архитектуры граница наших зон нажав на данную функцию у меня появляется возможность нарисовать любыми возможными методами границу зон те кто делает сначала план по зонированию в автокаде и загружает сюда как подложку как загружать проект из автокада у меня уже было видео на канале так вот вы можете воспользоваться функции выбрать линии и определить необходимые контуры но это если у вас есть какая-то подложка если вы делаете в рейте тот же самый план по зонированию выбираете любой возможный метод для рисования так как вы представляете будет выглядеть ваше помещение я нарисую несколько типов помещений так же как и в автокаде у меня есть возможность привязываться к основным моим элементам каркаса чтобы в дальнейшем построить какое-нибудь интересное помещение пускай меня будет вот такие зоны я не привязывался сейчас к масштабу я работаю в 1 к 100 миллиметров смотрим в левый нижний угол что я могу сделать теперь итак я нарисовал любой контур будущих моих помещений и зон что я могу сделать далее я могу расставить все необходимые марки зон добавляя их уже в дальнейшем когда уже будут распределение происходить всех моих основных элементов на данный момент я пока поставлю просто распределенная то есть выберу необходимые зоны для дальнейшего обозначения по умолчанию они все имеют назначение и имя площадь что я могу сделать еще я могу поменять обозначение марка зоны отредактировав то же самое семейство чтобы у меня было обозначение только имени либо только площадь я могу маркировать все элементы в автоматически у меня появится и марка зоны марка моих помещений если у меня уже есть необходимые контуры предполагаю следующий этап у меня все помещения имеют обозначение площадь дайте я переименую пускай у меня одно будет санузел санузел другое пускай будет кухня да без разницы помещение 1 2 3 чтобы времени тратить так вот я хочу вынести цветовую гамму всех необходимых моих элементов по умолчанию а также мог менять имя обозначение в имени моего помещения если вам это необходимо тип зоны на самом деле если вы делаете план по зонированию с определением различных тип зон и будете выносить это в легенду помещений нам нужно будет редактировать тип еще и зоны автоматически он не задается где создается легенда помещений аннотации заливка цветом легенда заливки цветом ставлю на мой проект пространство так как я выбирал арендуемые арендуемые мои помещения у меня нет возможности выбора кроме арендуемых но если еще только нет загружаю по умолчанию все они имеют одно обозначение подсвечу легенду редактировать схему я поменяю с типа зоны на имя зоны программа автоматически говорит о том что будут переименованы основные еще раз где это сделал цвет тип зоны на имя соглашайся выполнить я могу в дальнейшем подбирать тот цвет который мне понравится для обозначения моих всех основных элементов нажимая функцию применить нажимая окей у меня появляется обозначение имени легенды арендуемых помещений а давайте я заменю пускай легенда не арендуемых помещений и не площадей а помещений легенда легенда помещений применить окей я могу у легенды при подсветке ее поменять тот же самый шрифт скамья будет не ариал а гост либо и секпюр в зависимости от того что я напоминаю что гост я обычно не использую для показания всем я обычно использую и секпюр потому что не у всех есть тот же самый шрифт гост на компьютерах размер тройка не само обозначение легенды помещений вот она наша легенда помещений а теперь давайте рассмотрим второй вариант и немножко вернемся назад к вот этому я создам новый проект создам новый проект этот пока не сохраняю ладно давайте сохраню проект 1 новый проект архитектурный шаблон я сначала я сначала воспользуюсь функции построения несколько контуров тех же самых моих стен пускай они не присоединенные будут мне пока без разницы чтобы просто у меня были контуры моих всех стен осей у меня еще пока нету это просто как пример при создании зон с уже имеющимися стенами программа автоматически определяет внешнюю границу зоны но рассматривает ее как единый элемент хоть даже у меня у стен стоит галка граница помещений их придется распределять опять же границами зоны выбирать необходимые линии главное их замыкать между собой обратите внимание через функцию выбрать линию часть линии не распределилась и мне придется их связывать между собой пускай вот таким вот образом и тогда и тогда я уже могу расставлять распределение по зонам вернусь назад в свой проект в чем и в первом и втором случае особенности плана зонирования при создании плана зонирования сами зоны не распространяется на наш существующий план вы скажете в чем тогда смысл но на самом деле по зонам по эскизам тех же самых зон можно моделировать и очень удобно это делать помещение уже существующие дальнейшем но еще про оси не забывайте и так на плане зонирования воспользуюсь функции построения стены выбираю ее до уровня второго этажа и воспользуюсь функцией выбрать линии и тем самым я могу построить все необходимые помещения просто нажав функцию выбрать линии и выбрав правильную привязку обращаю внимание на то что общая площадь помещений относительно плана зонирования по итогу сейчас здесь удалю часть стены общая граница помещений по итогу будет отличаться от помещений площади помещений на зонах потому что смотрите независимости от типа привязки вы так или иначе урежете часть площади наших зон вон она проходит по центру моей стены потому что у меня была осева линия стены я мог построить стенку с функции выбора чистовая поверхность какая-нибудь но я тогда урежу другое помещение тут нужно будет искать такую золотую середину на сколько урежется помещение давайте посмотрим я на самом деле на плане зонирования могу просто поставить помещение с обозначением площади показать площадь вместо 62 у меня получается 59 нехило да в чем преимущество проектирования уже существующего объекта по плану зонирования теперь уже на плане первого этажа у меня помещения будут располагаться на самом деле и зоны ну не зоны а помещение которые распределил через маркировку они тоже у меня здесь есть ну там где я тыкнул один раз стены у меня тоже построились а сам план по зонированию не распространяется на наш существующий уровень то есть то просто эскиз то это план по зонированию чтобы можно было быстро и как сказать сделать набросок всех необходимых помещений вот чуть не убежал не рассказав основное прошу прощения это сейчас бы завершил так вот для тех кому необходимо сортировку выбрать по типу зон потому что по умолчанию вспоминаем при подсветке легенды наших помещений если я выберу тип зон у меня на данный момент выберу помещение типы зоны достаточно маленькие и нету возможности в редактировании схемы добавить новые что бы я не писал у меня все равно напишется неправильный ввод так вот как можно добавить тип зоны это один из возможных методов редактирования и добавления типов зон он так сказать не эталонный я во всяком случае нашел я если вы нашли какой-то другой напишите в комментариях будет полезно для саморазвития меня в том числе так вот я воспользуюсь вкладкой управления параметры проекта здесь меня интересует функция добавить новый параметр моего данного проекта добавить я выбираю общий параметр и в данном случае я выбираю прочее прочее захожу в выбор параметров по умолчанию они все у меня на английском языке а часть на немецком если у кого-то это не так напишите в комментариях мне самому интересно протестить пока нет возможности нигде так вот меня интересует любой параметр с обозначением типа в любом случае если у вас любой язык там везде будет все равно тип выбираем его окей меня интересует экземпляр здесь все остальное выбрано выбрать все на самом деле я мог выбрать какой-то один параметр но чтобы не ошибиться нужно выбрать все и тогда проблем не будет конкретно без единого параметра программа не даст создать отдельный тип соглашаюсь с выполнением данного действия gp-type окей подсвечу элемент теперь у меня помимо общественные зоны которые я могу во-первых не использовать я могу задействовать свой gp параметр где он у нас редактируется подсвечу легенду помещений редактирует схему в типах зон появился gb не gp gb параметр gb тип и теперь уже создаю свой предположим техническая зона техническая зона окей создаю следующее пускай у меня будет общественная общественная зона окей применить и смотрим назначаю предположим для кухни техническая зона для санузла подсвечу назначаю gp-type не техническая общественная общественная зона тем самым у вас будет обозначение имени помещения и разбивка по типу по сути дела зон вы можете написать не легенда помещений а тип зоны если вам необходимо но это один из возможных методов чаще всего все таки применяется редактировать схему не тип а имя той же самой зоны как я вам показал ранее вот то что касается самого файла который я использовал gb-type вспоминаем я добавлю его в описание к данному ролику чтобы вы могли скачать его и соответственно использовать через обзор просто не у всех он окажется это уже проверил на практике так вот как можно было еще воспользоваться созданием того же самого типа давайте воспользуюсь функцию добавить я ставлю обозначение тип тип данных использую текст и в категории использую зоны окей окей сейчас мы создали просто текстовую подпись у зоны выделяю легенду редактирует схему выбираясь не gb-type не имя не тип зоны а просто тип который мы с вами только что создали по умолчанию будет общественная техническая зона я смогу добавлять свои пускай это будет санузел ну либо какие-то другие как только вы добавите свою зону вы стандартные уже можете удалить из использования принципиальное отличие данного типа зоны по созданию она создается обычным текстом прошлый показ был основан на создании именно типа зоны на что это может сказаться это может сказаться на создание таблицы экспликации по типам зоны нам тут уже нужно смотреть версию проекта и специфику вашего проекта который вы используете но это тоже как один из возможных вариантов создания различных типов зон при этом обозначение помещений будет задаваться вами собственноручно как то так если вам нравится мне видео уроки вы знаете что нужно делать всем спасибо и всего доброго скоро увидимся